Я остатки тут принесла. Смотрите, где даже есть. О! Вот это саканадо. Но это я не буду. Это, видать, что-то под упаковку. Вообще классно. Про счастье. А что счастье? Счастье, оно у всех каждого свое счастье. И понятие у каждого свое на счастье. Вот у каждого человека понятие счастье свое. Мы же уже про счастье говорили. Я склоняюсь к тому, что счастье – это момент, когда человек находится вне зависимости от обстоятельств и, как сказать, мыслей. То есть человек абсолютно раскрепощен. Он свободен. Вот это счастье. Когда человек чувствует, что он свободен, раскрепощен, может себе позволить ни о чем не думать, вот это счастье. Счастье еще так же. Это когда ты рад чему-то. Тому же самому подарку, который долгожданно. Это тоже маленькое счастье. Счастье – это когда ты вспоминаешь прошлое с удовольствием. Очень-очень-очень хорошие моменты в жизни, которые ты с радостью можешь вспомнить. Это тоже счастье. Но счастье у всех праздное. Но это момент, когда ты абсолютно, вот так и говорят, абсолютно счастлив. То есть абсолютно находишься в состоянии блаженства такого определенного. вот это и есть счастье. Ну, у всех, конечно, оно свое. Конечно, кто-то говорит, счастье – это дети. Ну, если для человека счастье – это дети, это счастье. Конечно, дети – это прекрасное. Это вообще дети, родители. Это даже не счастье, сказать можно. Это благодать, которую дает Бог человеку. Это счастьем называть как-то, ну, не очень правильно. Счастье – это немножко другая вещь. Это уже другое что-то. Но это тоже может быть частичка счастья. Потому что человек, допустим, родился ребенок. Какое счастье, да, говорят. Какое счастье. Счастье, вот именно его можно определить по определенным произношениям. Это моменты. Моменты, да. Именно моменты. определенного блаженства. Поэтому мы всегда счастье определяем и говорим. Вот это счастье. Как хорошо. Счастлив с тобой, там, да. Это вот именно человек ощущает блаженство. Вот оно и есть счастье. Просто оно не определенное. Это определенное получение определенной эйфории внутри себя. Мы ощущаем эту эйфорию. Удовольствие, приятное. Кайф какой-то. Даже когда полночка светит. Да, это тоже есть счастье. Потому что как приятно. Ты совершенно себя по-другому чувствуешь. Радость какая-то. Человека увидел, которого давно не видел туда и соскучился. Какое счастье. Мы говорим, как я соскучился по тебе. Вот это и есть счастье. Мы сами же его определяем словами. Просто счастье у всех разное, конечно, и понятие счастья у всех разное. Потому что даже у человека спрашиваешь, что вам нужно для счастья, и начинается перечисление. Большинство людей перечисляют материальные благи для счастья. Большинство людей. Но это нормально. Я абсолютно к этому отношусь нормально. Потому что каждый человек, он живя, в первую очередь, думает о материальном. Конечно, это не очень правильно, я считаю. Потому что материальное это не есть счастье. По сути. Это такая минутная эйфория. Счастье немножко в другом заключается. Но ничего не поделаешь. Люди же живут на земле. и все равно как бы основная масса людей подвержена быту. И он захватывает человека. Мы же всегда стремимся к чему-то такому материальному. Ну, конечно, все по-разному, если честно сказать. А как приятно смотреть, когда говоришь, смотри, какие счастливые глаза. глаза. Иногда вот такое говорят. Счастливые глаза. Счастливая улыбка. Счастливый голос. Вот это и есть счастье. Вот оно настоящее. Оно такое маленькое, такое незаметное, но оно такое чуткое. И вот поэтому мы его иногда путаем не с тем, с чем положено. Каждый человек счастлив. Если кто-то скажет, что я несчастлив, я не поверю. Каждый человек счастлив. Рано или поздно он бывает счастлив. Счастье не бывает одноразово. Оно приходит от случая к случаю, от определенных моментов в жизни. и каждый человек сам создает этот кусочек счастья. Допустим, общение родителей с детьми приносит им счастье, они к этому стремятся. Если допустим бабушки, дедушки хотят видеть своих внуков и они от этого счастливы, они будут к этому стремиться. А если им некомфортно там допустим, когда приезжают внуки, или дети, но есть такие люди, которые тяжело переносят общение с родными. И они от этого несчастны. Это обстоятельства. Там может быть какие-то отношения, какие-то разногласия или еще что-нибудь. Это абсолютно нормально для людей, потому что они свое счастье не создают. Оно же сам создается, счастье надо создавать. Оно не само нарисовывается, вот здрасте нарисовались я ваше счастье. Нет, человек сам создает его. То есть отношения, какие-то общения, комары летние, все от человека зависит. Поэтому человек сам может создать или сгубить свое счастье. всем быть счастливыми и не бояться счастья, ждать его, лелеять, быть счастливым человеком. А счастливый человек это тот, который видит во всем прекрасное. Не игнорирует его, а видит. И воспринимает все абсолютно нормально, без всякого фанатизма и самобичевания. То есть нужно чувствовать себя счастливым. Не искать повода для скандалов или для каких-то негативов. А наоборот видеть во всем прекрасное. И все. И оно вам обеспечено. Видишь у меня стаканчики. А что, не выбрасывать ее. Вот ее накопилось в пленке. Много всякой. лежит она и лежит. От случая к случая конечно пригождается, но я хорошие кусочки оставлю. А то, что такие всякие мелочи, да что. Сейчас мы их пустим в дело. И все. Все в дело. У нас ничего без дела не лежит. Если оно есть, значит оно для чего-то нужно. Просто нужно найти ему применение.